Всем привет! С вами Тимиров Лайф, меня зовут Болот Тимиров. Сегодня поговорим о выборах. В начале выпуска позвольте мне зачитать выдержку из Конституции. Статья 2. Выборы являются свободными. Выборы депутатов Дюбор Куткенеша, президента, депутатов представительных органов местного самоуправления проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайне голосования. Но обеспечиваются ли у нас принципы равного избирательного права? То есть имеют ли все политические партии равные возможности? Итак, Битунг-Кыргызстан исключается из гонки 3 сентября. Вкратце за что? Турсумбай-Бакир-Улу неожиданно узнает, что его подвинули на 4 строчки ниже, с 18 на 22 место. После чего он подает в ЦИК жалобу. Рабочая группа принимает решение, что у Битунг-Кыргызстан со списком все в порядке, но решение принимать членом ЦИК. И тут выясняется, что решение рабочей группы внезапно изменилось, на что обращает внимание член ЦИК Атыра Абдрахматова. В общем, мы все помним. что только через суд Битунг-Кыргызстан пропустили на выборы. Что нам говорят члены ЦИК по этой ситуации? Заместитель председателя Абдиджапар Бекматов заявляет, что нет, нельзя менять списки после съезда и даже якобы есть статья такая в законе. К примеру, кандидат сам может захотеть выйти из списка или партия его исключает. Только тогда список может измениться. Не при каких-то других обстоятельствах замена одного кандидата другим не допускается. Ни у кого нет права менять утвержденный перечень. Об этом уже сказано в пункте 5 статьи 60 выше указанного закона. Справедливости ради надо сказать, что пункт 5 статьи 60 говорит о списке, который был уже подан в Центре избирком. По моему личному мнению, прочитав все аргументы и законодательство, никаких оснований для исключения Битунг-Кыргызстана из гонки и не было. И даже если были бы, то вот вам пример таких рокировок после съездов в других партиях. Итак, Мекелим-Кыргызстан. 17 место после съезда занимал Аким из Сыкульского района Данир и Маналиев. В списке, поданном в ЦИК, он переместился аж на 188 место. А после он и вовсе ушел из партии. Наверное, обиделся. Не хуже, чем Турсумбай-Бакирулу на Битунг-Кыргызстан, но в ЦИК жалобу подавать не захотел. 18-му же месту повезло больше. Эрлист Акунбеков переселился на 35 место. Марьяна Володина из Чонг-Казата решением съезда закрывала первый десяток, но в списке в ЦИК оказалась 30-й. А 8 сентября тоже решила не идти на выборы. Тоже не подавала жалобу в ЦИК. Ну и социал-демократы публично зачитали список. Равшан-Джиенбеков находился в десятке, но в списке ЦИК он оказался на 12-м месте. Ему же и вовсе тяжело бороться за свои права, будучи в тюрьме. В итоге Битунг-Кыргызстан потерял драгоценную неделю для агитации. Далее вспомним, что было с партией Кыргызстан. Там были более веские основания, опоздания с создачей списка кандидатов, но почему-то ЦИК не берет именно эту статью закона, а причину указывает иную. Вот так-то, так-то, неуполномоченный принес этот список. Соответственно, об уполномоченном дыра в законе. И это не является основанием для снятия партии с выборов, что, собственно, суд со спокойной душой и выносит, оправдывая партию Кыргызстан. Дальше больше. Партии власти, Беремдрик, Микелем-Кыргызстан и Кыргызстан вовсю используют свои огромные финансовые. И административные ресурсы. К примеру, плакат на пограничном посту от Микелем-Кыргызстан. ЦИК никакой реакции. Партия предоставляет документ, что плакат был сворован, и пограничники или таможенники вдруг ни с того ни с сего при помощи ворованного плаката решили выразить свою любовь матраимовской партии. Или же они просто согласились с тем, что ворованный плакат висит у них на воротах. Такое же решение и по плакату партии Кыргызстан на посту ДПС в Таласе. Никаких нарушений ЦИК не увидел. Театр абсурда под названием «Ничего не вижу, ничего не слышу» продолжился. Беремдрик и Микелем-Кыргызстан используют певцов на агитации, что является нарушением закона. Но послушайте законное обоснование партии Беремдрик. Медленно растяну этот сказочный текст из параллельной вселенной. Ильяс являлся официальным агитатором, и поэтому он таким образом агитирует, словно издеваясь над нами, отвечает партия Беремдрик. Партиям предупреждения не выносятся. Во всех случаях уполномоченные представители говорят, что центральный штаб ничего не знал, и все придумывают кандидаты на местах. Соцсети просто завалены нарушениями от трех политических партий. Но реакция ЦИК последовала лишь на вопиющий случай со спикером Девор Кукинеша Дастаном Джумабековым. Он умудрился в одном поступке уместить несколько нарушений. Из фонда спикера Дастан Джумабеков выплатил 50 тысяч сомов в качестве сьюнчу. Вот оно обещание партии Кыргызстан в действии. Как же это красиво с точки зрения пиара, но абсолютно наплевательски с точки зрения законности. Использование бюджетных денег ради агитации, использование детей в агитационной кампании, использование служебного положения и это еще не все. Рядом стоял губернатор Таласской области, а это уже тянет на использование административного ресурса и агитация партии со стороны действующего госслужащего в рабочее время. Дастан Джумабеков и политическая партия наконец получает предупреждение. Действия трех партий выглядят как издевательство над законами, государственными органами, судебной системой и обществом в целом. Они всем видом показывают, мы тут хозяева, нам закон не писан. Ну типа и что вы нам сделаете, задают вопрос они. А цик и суды подыгрывают этим трем партиям, беспредельщикам, как в знаменитой фигуре обезьянок, глухой, немой и слепой. Такой же фигуркой обезьянке прикидывается и президент. Он в интервью Беринчи радио выступил с очередным своим издевательским посылом. Дайте факты, а то я не вижу. Типа надо жестко реагировать на факты подкопа, но сегодня таких жалоб не поступало. Уху-корго органдарына тащималарды бердик ось он ездит. Деген и есси, бұл кандайганамызамыз болбасын, анычинде 9 саты фактлары бойынча, бардық партия. Талап келерге бірдей қатумамына қамыс деген талап койылған. Бұл бойынча шатқарлыбатад, фактлар болса, жазалымдады. Бұл бойынча шатқарлыбат, бұл бұл көргінші, бұл көргінші қатымыз. Бұл 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 асамыз деген талап койылыңыз. В рекламном сюжете на одном из региональных каналов он рассказывает, как он построил дорогу в село. А я вот задумываюсь над вопросом, почему кандидаты олигархи, строят дороги, мячейки, мосты, трансформаторы и прочее задумываются о своем селе или микрорайоне только аккурат перед выборами. Разве это не является подкопом избирателей? В любой другой стране да, у нас нет, потому что этим занимаются три партии от власти. Ушеный барон бурик тирп, бурджайши проект кылып, бюнку бурге, бюнку бурге, ищи ашылып, бюна сиздерге тапширы отыра аласы. Продолжение следует... Теперь о прямом подкупе. Радио Азатык ловит на видео слова одной из агитаторов или кого-то из партии Беремдрик. Поставь галочку напротив Беремдрик и получишь тысячи сомов, говорит она. Партия Беремдрик абсолютно ничего не боится. Действует нагло и беспардонно. В социальных сетях уже много различных видеодоказательств подвоза и регистрации граждан по форме 2 на нужных участках, в первую очередь в городе Бишкек. Где позиции этих трех партий не столь радужны. По сообщениям за регистрацию иногородних, на участке в Бишкеке партии платят тысячи сомов и еще тысячи сомов после того, как эти же люди проголосуют. Ну и чтобы не быть голословными, мы провели собственное расследование. Ассаламу алейкум, водители Делюкса. Я Мерлан, 795 Борт. Там чуть-чуть по выборам, если поработать, ну чуть-чуть так. Пришел и уехал. Зарегистрировался и уехал. Кто у кого есть желание, как-то свяжитесь со мной, пожалуйста. 0703 98 30 30 у меня номер. Там 10-15 минутное дело, ну сами знаете, по телефону поговорим, не в общем взятии. Еще забыл сказать, у кого прописка не бишкекская, нужны, чтобы прописка была не бишкек. Любая другая, кыргызстанская, но не бишкека. Вот такие люди нужны. Алло. Алло, не успел взять. Да, да, да. Тебе удобно сбивайно или мне перезвонить сбивайно? Нет, нормально. Нормально, да. Ну там, короче, сам знаешь же, надо прийти с паспортом, чтобы прописка была не бишкекская. Где прописка? Ну, Каракольская. А, Каракольская, да ты, блин, мой родной братишка, что ли. Я Каракольский. Надо приехать на одинаково, вон где Кока-Кола, зайти с паспортом, завегистрироваться, получить свою штучку и уехать. А потом 4 октября на день выборов уже по своему участку, где там вот положишь там, или еще какой-нибудь адрес, в общем, там уже пойдешь и еще штучку, короче. Это где Кока-Кола? Да, да, там есть вот этот институт, аэрофлотовский институт. Ну, ну, Батуга, да? Вот, я не знаю, как говорили, прямо этот институт. Туда надо зайти, там с паспортом зарегистрироваться, получить. Там можно, да, спросить, зайти, или там куда-то надо к кому-то подойти. Ну, когда поедешь, надо тебе звонить, а я им звоню, они встречают, аккуратно через задний двор заходишь. Вот такое там. Ааа, нет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Телефон 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 Здравствуйте! 1 миллион 697 тысяч избирателей. То есть путем подкупа избирателей уже решена судьба почти 40 мандатов, причем в пользу этих трех партий, которым все разрешено. Что же делают остальные партии? Они просто ропотно согласились, со всем этим беспределом пытаются и надеются на что-то. Кто-то ждет, что им сверху позволят пройти в парламент, кто-то довольствуется тем, что есть и надеются на сознательность граждан. Я бы хотел обратиться к ним, обратиться и сказать, что ребята, девчата, вы играете по их правилам, тем самым соглашаетесь с тем, что эти три партии не подчиняются законам, в отличие от вас. Вы просто даете им легитимное право говорить, что они победили вас в равной борьбе, которой не было. И напоследок яркая демонстрация того, что законов для этих партий не существует. Смотрите, как они решают споры друг с другом. Не в судах, не в Центре избиркоме. Вы еще надеетесь, что эти выборы будут законными? Вы хотите жить в справедливом правовом государстве или в бандитско-криминальном во главе с этими тремя партиями? Продолжение следует... Продолжение следует... Кто будет признавать такое беззаконие, кроме ЦИК, который сам стал источником беззакония? А оппозиционные партии готовы признать эти выборы? Народ готов признать такой парламент? Вы готовы к тому, что такой парламент будет управлять страной? Я нет. С вами был Болот Тимиров. До новых встреч!